МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свобода и здоровье имеют одно общее по-настоящему. Когда их теряешь, тогда и оцениваешь. Сегодня в центре внимания история Кыргызстанца и его жизненные перипетии. В 2004 году жены, когда не стало, получается, остался один с дочкой, начал увлекаться наркотиками, начал колоться. Кололся где-то 2,5 года. Потом начал методом пить. Методом полтора года где-то пил. И, получается, димедролом сверху кололся. И первый пах лопнула вена, главная артерия. Сделали операцию. Там сложная операция была. Три литра крови потерял. Ногу спасли, как хирург говорит, спасли ногу. Это, говорит, тебе повезло. Потом через три месяца, получается, выписался, все. Еще решил поколоться. Две недели покололся, и вторая вена лопнула на ноге. Получается, это 2017 год. И все, на ногах, получается, две главные артерии заглушили. В ноги кровь по артериям не идет. И все эти года, получается, год лежал, не вставал. Потом, когда начал вставать, вышел на работу, начал работать, обеспечивать дочку, себя, как бы, старался. Не старался, а обеспечивал полностью дочку и себя. Ну, последние четыре месяца вены на ногах начали лопать от нагрузки, наверное, то, что каждый день на ногах не выдержали. И последний месяц на двух ногах, по всем ногам, где вены были, полопались вены, и произошли язвы. Наверное, с ладонь. Вот такие я язвы формирую, ну, становятся вот такие язвы большие, с ладонь. И все больше и больше, скажем, днем все больше и больше уже. Ну, боюсь за ноги, то что, уже боюсь потерять, наверное, свои ноги. Хорошо, получается, когда я сдал кровь, бесплатно брали кровь на анализ, я пошел сдавать кровь, и у меня обнаружили ВИЧ. Обнаружили ВИЧ, поставили на учет и сказали, если ты хочешь дальше жить, как бы, приходи, приезжай, получай таблетки. И я, вот, получается, на месяц, на два, каждый месяц, два, езжу в центр, получаю таблетки уже в течение двух с половиной, трех лет, наверное, примерно. Уход из жизни родителей, супруги, наркотики, об этом и многом другом сегодня решил поделиться сокровенным кыргызстанец. Сегодня он пришел в маске. Хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня нашли в себе силы для того, чтобы поделиться своей историей. Расскажите, когда вы потеряли родителей? Ну, получается, отца в начале 2000 года, а мать в 2009 году. В 2009, получается, уже два года, как я жил с женой. В 2009, когда потерял мать, жена родила в этот же год мне дочку. И в 2014, получается, уходит из жизни жена. А по какой причине? По причине зуб, как сказали, из-за зуба, ну, выяснилось то, что там запустили, вы поздно выяснили, когда уже выяснили то, что рак злокачественный, четвертой стадии уже был. А вы до этого момента ничего не замечали? Нет, как бы она, зуб болит, вырвали зуб, потом еще один зуб. И когда сняли десну, отправили на экспертизу, оказывается, не дошла на экспертизу эта десна. Взяли второй раз, второй раз не дошла. Сейчас речь идет о гистологии. Да. И когда третий раз уже взяли, третий раз, когда... И третий раз уже, когда дошла, это халатность врачей, да, была тоже одного врача. И тогда дошла уже, ну, тогда уже было поздно. Когда сказали... Потеря родителей, потеря супруги. Скажите, а когда вы пристрастились к наркотикам? Это произошло до ухода родителей из жизни или уже впоследствии? Когда не встала жена. Когда не встала супруги. Да, сразу. То есть это был алкоголь или только наркотики? Нет, это были только наркотики. Алкоголь я вообще не употреблял. Вот вы же пришли не только с криком о помощи. Ваша история еще, возможно, послужит кыргызстанцам как предупредительный сигнал. Конечно. Вот о чем вы сегодня сожалеете? Сожалею то, что я попробовал наркотики. Сожалею. А с чего начиналось? С чего начиналось? Кто предлагал? Знакомые, как обычно, знакомые. То есть это было где-то рядом поблизости? Да, он жил рядом поблизости. Я тогда на то время работал. Он видел то, что у меня были деньги. Я хорошо зарабатывал. Как бы. И он мне предложил, давай попробуем вот так сначала. Это тебя не затянет. Давай попробуем вот так. Потом приносил бесплатно. Потом уже. А что именно? Героин. Вы сразу с героина начали? Я сначала понюхал. Потом мы покурили какое-то время. И потом я начал колоться. Я в наркотиках, честно говоря, абсолютно не разбираюсь. То есть вам принесли героин, вы начали нюхать, а еще и курили. Первый раз попробовал, да, понюхать. Он пришел. Потом он говорит, его можно курить, давай покурим. А потом он говорит, так много его, говорит, ну, расходуется, говорит. Его надо колоть и, говорит, будет как бы, эффект будет лучше. И будет меньше уходить. А у вас не было сил для того, чтобы противостоять? У вас ничего не удержало? Ну, на то время, на то время, знаете, у меня такое состояние было, когда жены не стало, родителей не стало. Я думал, какое-то время забудусь, да. Пить как бы с алкоголем я не любил. То, что когда пьешь, это постоянно ходишь, там приходится за собой не ухаживать. А с какой частотой вы стали употреблять? В смысле, как часто? Да. Ну, наверное, сразу часто я начал употреблять. То есть это что, происходило повсеместно, то есть и повседневно? То есть вы увеличивали дозу? Да. Как это происходит? Да, я когда сразу начал колоться, деньги были. И при этом он брал много и дешево. У него были там какие-то хорошие знакомые, которые привозили ему с Таджикистана. И он вообще дешево там. Мы могли на 5 тысяч взять, которые на 20 тысяч здесь я беру, да. И мы могли это месяц, полтора месяца. А вы этого человека встречаете? Видите? Этого человека, как я слышал, уже не стало. Уже не стало. Уже нету, да. Ну вот, конечно, рядом, наверное, с теми ребятами, которые успешные, у которых есть средства, находятся такие изверги, которые лишают позднее судьбы. То есть вот вам сломали судьбу. Но ведь вы могли противостоять? Да. То есть вы сожалеете об этом? Конечно. Вы часто видите дочь? И где она сейчас находится? Дочь находится сейчас в детском доме. Вижу часто. Вас лишили родительских прав? Меня не лишили, когда мне сделали первую операцию, получается. Я еще, она была со мной. Потом вторую сделали, и когда мне сказали, вот он какое-то время не сможет ходить, и я тогда отдал, получается, своей теще. Она была еще жива. А дочь видела это? На ее глазах происходило? Что именно? Ну, когда вы пристрастились к наркотикам. Да, ну, как бы я не показывал, да? Она видела меня, но я это делал не дома. Чтобы такого видеть, я где-то там это употреблю. А рядом с вами были ли настоящие друзья, которые старались как-то вас на путь истинный вновь возвратить, или поддержать морально, материально, привезти в клинику? Наверное, нет. Наверное, нет, да. Ну, как бы были друзья, я считал, что друзья. Просто после этого я понял, что это не друзья вовсе вообще. Наркотики привели вас к тому, что прозвучал диагноз? Да. Вы ВИЧ-инфицированы? Да. Сколько лет назад это произошло? Это года три назад. Около трех лет. Как вы узнали, какие были первые симптомы? Симптомов не было никаких. Мне просто сказали, что можно провериться. И знакомый говорит, пойдем проверимся. Я говорю, ну, давай, в принципе, без проблем проверимся. Пошли, нам сказали, подождите результаты. Потом меня сказали, подождите. Сказали, подождите, зайдите в кабинет. Я зашел, мне говорят, вот так у вас обнаружили в крови ВИЧ. Это вас шокировало? Ну, конечно. А операция произошла до? Да, до. Да? До этого диагноза? До этого диагноза, да. А вы узнавали, может быть, вы кого-то заразили? Ну, на тот момент я, в принципе, ни с кем... Я и колодцы же перестал, и ни с кем. А, то есть вы уже завязали? Да, я его взял. Каким образом вам удалось оторваться просто? Обычно говорят, что наркотики настолько затягивают? Насколько бы они не затягивали, если человек захочет, он бросит их на всю жизнь. Есть люди, которые всю жизнь колются, а есть люди, которые поколются. Не знаю, мне просто, когда я встать не мог, до меня подошла дочка и говорит, пап, тебе кушать принести? Хотя она сама еще ничего не могла. Я думаю, если нету жены, я задумался, я подумал, если нету жены, если не станет меня, то тогда что будет, где она будет, где она останется? Я сказал, я больше не буду употреблять, не встану, никому не позвоню. Взял, удалил полностью всю телефонную книжку. У вас были ломки? Да, я очень сильно болел. Я три месяца ничего не ел, два месяца не спал. Ну, я не знаю, даже до сих пор, наверное, сон не тот, как раньше. А какой стаж у вас за плечами? Года два с половиной, три, наверное, три. Три года, как вы завязали? Нет, четыре года. Или четыре года, как вы употребляли? Я употреблял где-то около трех лет, а уже больше четырех лет, наверное, не употребляю. Ну, вот как-то из одной крайности в другую крайность. В приватной беседе ваши друзья, которые все-таки на сегодняшний день рядом с вами, и они настоящие друзья, которые оповестили нас и рассказали вашу историю, они очень сильно волнуются за вас. И они говорят, что вы из одной крайности бросаетесь в другую. То есть, если несколько лет назад это были наркотики, то на сегодняшний день это пристрастие к алкоголю. Такого нет. Просто есть такое, что, допустим, я скажу так, с Нового года я пил всего три раза. Так. А если я выпью, я просто пью не один день. Я могу выпить три-четыре дня. Так это и есть пристрастие. Ну, вот, видите, как-то. Но вы быстро выходите из этого состояния. То есть вы можете держать себя в руках. Конечно. Я сам от всего. Я просто знаю то, что это не мое. Я занимался раньше спортом в Востоке 5. Я знаю, это не мое. Я все равно прихожу в себя. О чем вы мечтаете? Бессмысленно, конечно, спрашивать и говорить там, я мечтаю о здоровье, я мечтаю стать здоровым. Это понятно, что у вас диагноз, но, наверное, есть какие-то мечты, которые вас, может быть, сейчас окрылят, может быть, будут являться той соломинкой, благодаря которой вы завтра будете жить совершенно по-иному. Ну, поправить свое здоровье. И чтобы дочка, по крайней мере, пока я не достигла совершеннолетия, чтобы ни в чем не нуждалась. А сколько дочери лет? Дочери 11 лет. 11. Да, чтобы она ни в чем не нуждалась. Больше мне ничего не надо. Я предлагаю сейчас экспертам принять участие. Вы обращались к врачам? Да, конечно. И что они говорят? Ну, они говорят то, что у меня сейчас, то, что, ну, с ногами вы имеете в виду. Они говорят то, что у тебя диагноз, говорит, 3-4 месяца, полгода такие раны заживают. Ну, которые, они раны говорят, 3-4 месяца заживают. Это маленькие раны. А у меня сейчас они очень большие раны, и скажем так. Вы можете продемонстрировать хотя бы, вот чтобы мы понимали, о чем идет речь? Они у меня просто, я их перевязал, как сюда ехать, а так раны, вот такие большие с ладонь, вена внутри. А это вот только недавно перевязали, и они уже так кровоточат? А ноги черные, это потому что вот... Да, это кровь плохо поступает. Понятно. Трохо поступает. А врачи что? Они предпринимают, они говорят, что можно прооперировать, или можно какую-то методологию предпринять для того, чтобы... Ну, они мне прописали, до этого как бы я ходил, когда у меня до этого такое излучалось, но не до такой степени сильно, они мне прописали. А сейчас что, язвы? Сейчас язвы, да, формируются. Внутри лопаются вены, и формируются вот такие большие язвы. И вот как месяц, наверное, вот начались, и с каждым днем все больше и больше, да? Буквально вчера еще язвы, и вот здесь... То есть сейчас вы не имеете возможности работать, вы лежите, находитесь дома. А на что живете? Вот то, что работал, то, что вот это все время работало, я знал то, что с ногами все хуже, хуже. Я деньги ни себе ничего не покупал, ничего. Съездил до дочки как бы, и эти деньги собирал, да? И вот то, что собирал, и вот эти последние две недели на эти деньги, и живу то, что оставалось. Ситуация, конечно, патовая. И история... Вот слышу этот рассказ, и слышу грамотного, содержательного, интересного кыргызстанца, который, в принципе, здраво размышляет. Но почему так произошло? Кто выскажется из вас? Конечно, друзья отойдут в этой ситуации, да? Потому что все понимают, что там, где наркотики, там алкоголизм, там и ВИЧ, и на время, наверное, отошли, друзья. Очень вам сочувствую. Ну, вы знаете, вот практически у каждого человека такие ситуации бывают, серьезные горе, потери, болезни. И вот особенно мужчины, вот мужчины рождаются как разряженный аккумулятор. И они заряжаются через трудности, через испытания. Такое происходить в жизни может быть много раз. И каждый раз мужчина выходит из этих трудностей более сильным, более мужественным. Поэтому вы молодец, что вы преодолеваете вот эти ситуации. У вас есть сила воли, вас подлечат, и у вас все получится. Вы хотите поправить здоровье, поправите. Дочери дадите все. Но еще я бы вам посоветовала какую-то цель для себя. Обязательно. Вот лично для себя. Ваша мечта, ваше желание. У вас быстрее тогда все пойдет. А у вас есть жилище, где вы находились? Нет, я на съемной квартире живу. На съемной квартире. На съемной квартире. И вы можете, по сути, и построить, и отремонтировать. Правда? Но может быть, цель все-таки, свой уголок для того, чтобы дочери оставить? Ну, на это я даже не знаю, каким образом. Так-то, конечно. Но ведь самое главное – это мечта. Дорогу осиливает идущий. Ведь когда у вас будет мечта, уже появляются и возможности, и люди, которые могут как-то подсобить. Вы знаете, я обратилась до съемки этой программы, позвонила заместителю министра здравоохранения Кыргызской республики. Мадамин Мусаевич, добрый день. Здрасте. Это беспокоит вас Ассоль Молдакматова. А, когда? Рахмат, рахмат, бардяши. Мадамин Мусаевич, у меня к вам просьба. Вот к нам в программу ток-шоу «Откровенный разговор» обратился кыргызстанец. У него проблемы с ногами, с венами, и еще плюс к тому же он ВИЧ-инфицированный. А, вот так, да? Да. У меня просьба к вам. Возьмите, пожалуйста, эту историю под контроль. Хорошо. Вы можете телефон и данные, смс отправить. Я после обряда буду. У него, к сожалению, нет телефона. Он его потерял. А как мы можем найти? Может быть, я подскажу ему ваш номер. Он с чьего-либо номера позвонит. Хорошо. Да, знаете что, сейчас 20 сентября по зиме, где-то в 4, если все на открытии, в 4 часа, пусть тогда позвонит мне. Хорошо. Я запределю. Хорошо. И очень вам признательно. Спасибо за то, что постоянно на связи и помогаете. Спасибо. Хорошо. Ладно. Благодарю. Вот видите, какая оперативная реакция со стороны заместителя министра. И ваша ситуация будет на контроле у мадамина Каратаева. Я уверена, что вам помогут. Но ведь самое главное, это не только цикличный процесс ухода за собой и получения медицинских услуг. Это еще и, наверное, взбудоражить необходимо, да, силу воли, включить трезво ум для того, чтобы просто захотеть жить и захотеть помочь своему ребенку встать на ноги. Ведь ей всего 11 лет. Как вы думаете? И от вашего участия, от ваших слов, от вашего отношения зависит очень многое. Ведь есть и люди, которые, по сути, на грани жизни и смерти. Которые даже не видят, что они могут через полгода жить на этом свете, да? И через год. И тем не менее, они стараются вдохнуть жизнь в своих детей для того, чтобы они верили, преодолевали, жили на полную мощь. Как вы смотрите? Ну, я за себя скажу, у меня раны были на ногах. Ну, не такие большие, но были раны, которые я вставал, перевязывал, полчаса сидел, чтобы встал, чтобы боль чуть-чуть прошла. И потом шел на работу. Я по полгода каждый день, утром, вечером делал перевязку, чтобы просто работать, чтобы просто... Ну, в этот раз ситуация вообще... Да, я смотрю, я уже месяц, вот при обезболивающей я не могу, да, потому что я перевязываю, я уже, ну, действительно, я не могу ходить, да, просто уже свалился. Нашего героя доказывают, что, по сути, не всегда, не всегда, как правило, они имеют возможность и представление, вот где они имеют возможность получать медицинские услуги. Ведь с таким диагнозом чаще всего стараются как-то, ну, как минимум отречься и в то же время. Вы можете подсказать, на что он имеет возможность сейчас вот рассчитывать? Ну, в общем-то, мне история такая достаточно понятная. Я работал несколько лет в сфере контроля оборота наркотиков, вот, и... Ну, это было тоже где-то в начале 2000-х годов. Эта проблема, да, эта проблема, она, конечно, особенно связанная с потреблением таких тяжелых наркотиков, как героиновая наркомания, да, это практически билет в один конец. Я очень надеюсь, что, значит, абстинентный синдром смог быть преодолен и не потребляет наркотики внутривенно, но это очень редкий случай. Практически из 100 случаев, может быть, 1-2, когда вот так вот потребляли наркотики внутривенно 3 года и потом, соответственно, перестать это делать, это надо иметь очень большую силу воли на самом деле, да. Вот, и, как правило, показывает действительно то, что вот источник распространения, он идет, вот, ВИЧ-инфекция через коллективное потребление внутривенно, и, соответственно, там ВИЧ-инфекция, вот. Что касается статуса, ну, насколько я знаю, по крайней мере, до недавнего времени у нас действовали различные программы, да, есть так называемый спид-центр, да, на Лагвиненко, где, значит, оказывается помощь в виде, значит, вот этих вот лекарств, как они называются, вот те, которые поддерживают иммунное состояние, вот. Вот, если человек все-таки потребляет наркотики, есть такие программы, как harm reduction, да, то есть снижение вреда, значит, можно через эти программы получать, значит, пить заменитель героина, соответственно, ну, в разных вариациях. Я знаю, что это через центр наркологии осуществляется, то есть для того, чтобы не попадать в такую терминальную статью. Но, по-моему, наш герой уже произнес, что он завязал. Нет, я вообще просто ради информации, то, что, вот такая, как бы, информация, она нужная. Ну, что касается медицинского, значит, сопровождения, ну, вы знаете, в каком состоянии наша медицина, да, с одной стороны. С другой, конечно, и должна быть какая-то, оказывается, социальная поддержка, поскольку с такими заболеваниями, эти перечни заболеваний входят в те, вот, под те обстоятельства, которые могут, можно получить инвалидность. И, соответственно, получать пособие по инвалидности. Вы не обращались, не пытались? Мне говорили, когда я выпившивался, мне говорили в палате, вот, ты можешь сделать себе инвалидность второй группы, ну, за второй раз после операции, это было три года назад. Ну, на то время я просто думал то, что я сам как-то, у меня были безопасности. Я вам советую, да, через органы социальной службы обратиться, где вот, в район, имеется в виду, сначала, оформить инвалидность, представить соответствующие справки. Вот, они должны обеспечить конфиденциальность, поскольку законом 2005 года, есть такой закон, просто его тоже почитайте, он доступный, вот, по, как раз регулирует все отношения, которые связаны с профилактикой, государственной политикой в облаче, значит, ограничения ВИЧ-спида. Там указаны обязанности, права. Ну, в принципе, обязанность у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, она, в принципе, только одна. Это принимать меры для того, чтобы предотвращать возможные риски, ну, как бы, распространения заражения. Вот, соответственно, если, значит, это происходит с каким-то умыслом, то это уголовно наказуемо, да, но это тоже понятно. Вот, что касается, ну, вот, помощь, я знаю, что работали какие-то проекты, проекты, надо поинтересоваться. Я в этой сфере уже не работаю, но знаю, что есть сообщества, которые, значит, вот, как раз лиц живущих с ВИЧ-инфекцией, им вместе легче преодолевать вот эти сложности. Есть, значит, группы, которые, значит, по профилактике наркомании. Вот эти два центра, наркологический и спид-центр, там, я думаю, это достаточно исчерпывающая информация. Но ведь у нас какой-то замкнутый круг. Есть проблема, есть диагноз. У нас приходит медицинское учреждение, ему говорят, что лечить только местно, прикладывать примочки всевозможные, и все, и отправляют в освояси. Ну, боятся, потому что все равно хотим мы, не хотим мы объясняем, что, ну, заражение происходит только вот, когда внутримышечно, там, допустим, там, колят, или уколы какие-то делают, либо при сексуальном, так сказать, путем, вот, через, там, просто поздороваться, это не происходит, заражение. Но все равно есть эта стигма, да, есть проблема стигматизации, вот, она, она живучая, вот, в представлении. А вы часто замечаете, спасибо большое, часто замечаете, вот, когда вы озвучиваете, допустим, свой диагноз, что люди стараются, ну, сторониться вас, и не понимая, что это не передается вот таким путем. Часто замечаете. И что вы им поясняете, даете расшифровку, что только вот половым путем можно, или через шприц, и так далее. Нет, я просто стараюсь с этими людьми не общаться, и все, да, чтобы им было, мне было себя неудобно, нечувствовало, искупление. Вот опасность вовлечься в круг наркозависимых ведь огромен на сегодняшний день при отсутствии какой-то общей государственной идеологии. Сегодня у нас студия с Карл Масулу, который возглавляет Центр Инициативной Молодежи. Я специально пригласила вас в студию для того, чтобы мы имели возможность подключить и молодежь для того, чтобы и помочь нашему кыргызстанцу, нашему герою. Потому что вот сегодня он, по сути, один на один со своей болезнью, со своими проблемами, а проблем, как мы слышим, громадье. Что вы считаете, Аскар, вот что необходимо в целом, если посмотреть глобально на эту проблему, для того, чтобы наше юное поколение, которым вы сегодня занимаетесь, не вовлекалось и не вставало на этот путь наркозависимости? Ну, во-первых, хочу сказать, что судьба у молодого человека достаточно сложная. Меня особенно тронуло тот момент, что я сам потерял своего деда. Тоже у него болел зуб, тоже переживший именно злокачественный рак. То есть мир достаточно большой, но истории похожи в нем. Касаемо наркотиков, вот у меня такой вопрос. Вот вы употребляли больше трех лет. За это время было ли у вас приводы в милицию? Нет, не было. Ну, сейчас я выражусь на жургоне, наверное. А вот так называемые распространители наркотиков, барыги, при вашем опыте их задерживали сотрудники милиции? Ну да. Было ли такое? И третий вопрос. Вот героин это достаточно очень тяжелый наркотик. Есть, да, какие-то, может быть, химические аналоги, да, из-за того, что мы живем в 21 веке. Но, конечно же, да, основной, наверное, поток действительно героины приходит нам из-за рубежа. Ну, непосредственно, наверное, с Афганистана, из наших южных соседей. Но действительно так легко его достать? То есть человек, который хочет найти героиню, его достаточно много в нашем городе? Ну, как я... Это, да? То есть когда у вас были деньги, у вас были контакты? Да, когда у тебя есть деньги, ты можешь, в принципе, ты можешь выйти. То есть это вообще не проблема его достать, да? Ну, я вот считаю, что основная проблема, наверное, заключается. Основная проблема, скорее всего, специальные ведомства, которые должны бороться. Но, во-первых, наверное, где наркотики, там, наверное, большие деньги. Соответственно, эти все ходы, хотя они противозаконны, с ними нужно бороться. Даже есть специальные большие ведомства, которые должны с ними бороться. Может быть, уничтожить данную специфику в нашем социальном обществе невозможно. Но вести жесткую и непримиримую борьбу, чтобы на месте молодого человека, не дай бог, оказались завтра тысячи молодых людей, это, наверное, честь и достоинство, и в первую очередь мундира тех же сотрудников, которые занимаются непосредственно по борьбе с наркотиками. Но у нас сотрудники данных ведомств получают копейки за свою работу, потому что эти люди днем и ночью не спят, можно сказать, рискуют жизнью, потому что наркотики – это бандитизм, где бандитизм, там всегда есть риск для здоровья, для жизни. Соответственно, де-факто и де-юре данные каналы, можно сказать, как-то легализованы. В плане теневого. А легализованы кем? Ну, скорее всего, здесь действуют, как и мафии, и не только наши внутренние, скорее всего, здесь достаточно развернутая международная сеть. Ну и, естественно, покровительство оказывает, скорее всего, чины на самых высших уровнях нашей власти. Я бы мог уточнить, я сам проработал. С одной стороны, говорить всегда легко. Провести такую операцию, после которой убедительно доказать, значит, и чтобы в суде дело не развалилось, и чтобы этот распространитель получил реальный срок, это реально не так легко, вот как представляется, да. Эти точки называются ямы. Все эти ямы, они достаточно такие, ну, долговременно существующие, да. То есть я, например, знаю, что некоторые ямы существуют там лет 20 уже, примерно, да, там. В основном это, значит, я не хочу как бы вот на национальность переходить, но очень много из цыган содержат, значит, такие ямы. Есть эти ямы и в микрорайонах, есть известные ямы на Вал-Арче. Очень сложно их задерживать, но, к сожалению, есть и такое, то, что вот молодой человек сказал, о том, что есть крышевание. Есть крышевание, есть понятие таких красных ям, да, где как раз-таки сбывают сами, то есть сбывают наркотики, которые поставляют люди в погонах. Есть такие факты. Вот. Есть и те, которые принципиально работают. Вот. Ну, конечно, это сложно, но я согласен с тем, что тем жестче, значит, прикрывать вот эти ямы, тем жестче наказывать, тем, конечно, риск достать этих наркотиков будет, ну, гораздо меньше и будет повышаться опасность. Вот. Другое направление наркополитики, это вот то, о чем мы сейчас говорим, это профилактика, это вот просвещение, которое должно быть на уровне школ, там, вузов и так далее, для того, чтобы на молодых, молодые люди вовлекаются в наркоманию, потому что очень многие просто до зрелого возраста, до старости просто не доживают. Вот. Что касается такой профилактической работы, разъяснительной, я вот чувствую, что где-то последние лет 10 они как бы подзабыли это на таком остаточном принципе. Но, может быть, стоит напомнить и сообщать общими усилиями? Надо давить распространители, перекрывать каналы поставок жестким образом и, соответственно, заниматься такой профилактической деятельностью. Как только вот эти два направления начинают эффективно работать, у нас количество, соответственно, наркозависимых будет меньше. Вот, кстати, стигматизация, слово наркоман – это стигматизация, да? Это наркозависимые, вот, лица. Количество их будет уменьшаться. И, соответственно, поскольку достаточно высокий процент распространения ВИЧ-инфекции идет через, значит, совместное потребление, заражение через иглу, то и количество лиц, живущих с ВИЧ-пидом, тоже будет уменьшаться. Это взаимозависимая вещь. Сегодня у нас в студии российский врач Чингис Николаевич Мустафин. Уверена, что он, прослушав историю карбистанца, обратиться не только к нему, а ко всем телезрителям? Знаете, действительно поднята, уважаемая Соль, очень замечательная тема. Здоровье наше имеет колоссальную цену. И Всевышний нам дает здоровье для того, чтобы мы прожили большую, счастливую, замечательную жизнь и решили все вопросы. И то, что вот этот вопрос поднят, то есть не только правоохранительные органы, не только систему здравоохранения, каждый человек должен понимать, что здоровье имеет ценность. Каждый человек должен знать, к чему приведет этот пагубный путь. И большое спасибо нашему герою, который пришел, не побоялся рассказать свою историю. И это не только просьба о помощи, это пример. Я считаю, что нужно его культивировать, надо снять вот ту ситуацию, в которую он попал, надо снять эти раны и раз в неделю показывать, рассказывать о том, к чему это приведет. Потому что употребление наркотиков связано с каким-то мифодизайном какого-то героизма. И вот надо показать, к чему приводит этот героизм. И это будет не меньшая профилактическая деятельность, чем работа. Для этого у нас есть средства массовой информации. И огромное спасибо вам, Ассоль, что вы не побоялись, подняли эту тему и относитесь к этому человеку с таким милосердием. Потому что в каждом из нас есть доброта, в каждом из нас есть чистота. И это надо понимать. И большое спасибо вам за это. Спасибо большое. И все же мне хотелось продолжить вашу тему, вашу историю. Сейчас, обращаясь к нам и ко всем кыргызстанцам, которые нас видят, с чем бы вы обратились? То, что ничего хорошего такого нету, то, что было бы тебе вот, сколько тебе дано, сколько бы дал тебе 70-80 лет жизни. И ты употребляешь, допустим, какой-нибудь алкоголь или героин, и ты доживаешь до этих дней, и тебе хорошо, и потом ты умираешь и попадаешь в рай. Такого никогда не будет, не было и не будет. То есть это все иллюзия и обман? Это все обман, это все иллюзия. А как говорят у нас, как говорится, молодежь, или там вот, как говорят, самый, говорит, лучший кайф, говорит, это трезвый. Когда ты слышишь пение птичек, просыпаешься утром. Когда ты смотришь, солнышко, травка зеленая. Когда ты вот ясными глазами все это видишь, когда дети. И тогда ты понимаешь то, что действительно ценности жизни. После всего то, что я вот пробовал, то, что я, не знаю, пил, курил, кололся, да. После этого всего для меня вот эти ценности жизни. Вот действительно, да, дети. Дети, наверное, скорее всего. Давайте теперь о конкретике. Чем мы можем вам помочь? Я понимаю, что сейчас у вас нет ни Ильсома, ни сотового телефона. Мы подпишем с вами договор. Мы опубликуем сейчас прямо на экране номер Ильсом. Объявим сбор. Привлечем в центр инициативной молодежи. Мы приобретем для вас сотовые лекарства. Что еще? То, что не один месяц, да, я вот из-за этого не один месяц. Я вот в интернете тоже посмотрел, то, что вот такие язвы, это не месяц, не два, да. И вот я думаю, то, что два-три месяца, допустим, если полгода, я буду лежать, у меня паника, все, я буду лежать. Кто меня будет содержать? Как же моя дочка? То есть вас не отпускают страхи? Да, вот это все. В чем нуждается дочь? Сам я, ну, я как бы ей звоню каждый месяц, я каждый месяц звоню, что надо, что необходимо, она мне говорит. Я вот, получается, езжу, беру это ей. А сейчас вот я вот не могу ходить, я не знаю дальше все у меня, да. Я думаю, вот что дальше я буду делать, я сам себя не могу, да, прокормить. А еще же у меня есть дочка, как дальше быть? Хорошо. Значит, давайте по порядочку. Вы отправляете сейчас в министерство здравоохранения, к заместителю министра. Я уверена, он возьмет на контроль и будет постоянно на связи для того, чтобы разрешить именно медицинскую часть. Лекарствами мы постараемся снабдить, да? Как вы, подключитесь? Да, обязательно. Значит, дочь, если в чем-то нуждается, одежда, обувь, не знаю, книги, продукты, наконец, мы тоже поможем. А сколько вы оплачиваете за квартиру? Я оплачиваю 3 тысячи за квартиру. 3 тысячи. Для того, чтобы вы сейчас подправили здоровье, вот ушли вот эти язвы, вы исцелились, сколько необходимо месяцев вам озвучивали? Нет, ну, как мне говорили, несколько месяцев такие язвы заживают. То есть мы возьмем на себя обязательства, во всяком случае постараемся сообща, оплатить вам квартиру, снабдить вас продуктами для того, чтобы вы залечили сейчас свои раны глубокие. Вы сможете дать твердое обещание, что вы не будете употреблять алкоголь? Я даю вам обещание, то, что никто не услышит и не увидит, и то, что я не буду употреблять алкоголь и прочее, там, еще что-нибудь. Вы прям даете? Конечно, я. Вы услышали? Я на Новый год не пил. Я говорю, вот за этот год я три раза выпил. Ну, один, вот честно не соврать, я вот в июле я неделю попил. И вот два дня в марте, по-моему, я попил. У меня нету такого, то, что вот все, то, что там я каждый день, через день, я там алкоголик какой-то. Это вот где живу, соседи подтвердят. Все бы мне хорошего мнения, да. Мы подготовили для вас первый набор лекарств для того, чтобы лечить открытые раны. Постарайтесь это делать циклично. У вас все получится. Верим в ваше выздоровление. Это вам лекарство. Спасибо большое. Ну, я в свою очередь хочу призвать всех кыргызстанцев для того, чтобы услышать и прислушаться к этой истории, ведь здесь прозвучала очень откровенная история. Здоровье не купишь, и можно только расплачивать. С вами была я, Соля Молдакматова. Ровно через неделю мы продолжим откровенный разговор. Продолжение следует...